Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Что же, Федеральная налоговая служба, знаменитая ФНС, налоговики, хотел сказать, налоговики, извините за оговорочку. Значит, налоговая служба, друзья мои, выступила с официальным заявлением, что мошенники, зловещие мошенники, начали распространять фальшивые письма от имени ФНС, в которых требуют оплатить налоги. Говорят, что будут заблокированы какие-то транзакции по карточкам, еще что-то, и требуют что-то такое заплатить. Ну, в общем, разводят людей. И на самом деле это, значит, не налоговые, а жулики. Ну, друзья мои, забавно, да, что жуликов этих никак не могут поймать. Значит, что же они делают? Значит, новая мошенническая схема. Злоумышленники рассылают письма о подозрительных транзакциях от имени налоговиков, то есть они имеют доступ к движению средств, явно звонят не людям, которые там 5 рублей переводят туда-сюда, а что-то такое более крупное, сказать, ага, переводил, ответь за это. Значит, неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. В таких письмах мошенники просят пройти дополнительную проверку и предоставить дополнительные сведения. В ведомстве напомнило, что налоговая не рассылает такие сообщения и не имеет никакого отношения к таким письмам. Также сотрудники не звонят с предложением оплатить налоги по интернету. Да, друзья мои? Вот так так. Вот так так. Уведомления, друзья мои. Ну, не знаю, не знаю. Вообще-то, да, друзья мои, откуда эти люди знают о транзакциях? Значит, это банковские работники или те же наголовики, которые, ну, обладают информацией, личной информацией о человеке, да? Служащие знают что-то подозрительное. Счета звонят, все адреса известны и, так сказать, выманивают у человека, как говорят, плати налоги или мы тебя сейчас, так сказать, все твои счета заблокируем и упакуем. Человек боится и платит. Ну, друзья мои, конечно же, полиция бессильна, полиция не может найти. Количество вообще вот этого мошенничества, оно просто, друзья мои, зашкаливает. Вот есть у меня телефон, которым я уже стараюсь вообще не пользоваться. Телефон, который привязан к госуслугам. И на него там приходят уведомления и какие-то эти. И вот на него приходят звонки, друзья мои. Я уже перестал подходить к телефону, потому что, если раньше еще эти были звонки от, ну, рекламных каких-то агентов, да, купите то, купите это, медицинское обследование бесплатное, там, карточки какие-то вам, какие-то кредиты, да, понятно, тоже жулики, но все-таки жулики такие более приличные. А потом уже какие-то, значит, из банков, что ваши сведения там куда-то пробрались, вы должны перевести все свои счета на наши счета. Таких, друзья мои, чуть не каждый день. Потом там какие-то оперу поднамоченные такой-то там, выдавали доверенность кому-то там, да, то есть явно вот такие просто жульнические схемы, и это вот буквально на один номер какого-то странного человека приходит. Я уже не подхожу, у меня там, я просматриваю, забиваю, бывает, это телефоны. И там какая-нибудь Чукотка, да, там, Якутия, Великий Новгород, там, Питер, Калининград, то есть хрен знает откуда звонят вот эти жулики, я не знаю, там у них какие-то номера с разных номеров, и разные свои схемы обкатывают. Я понимаю, что мне звонят, звонят почти каждому, то есть это настолько широко просто вот эта волна мошенничества, когда вот они сеть разбрасывают, ну и кто-то покупается, кто-то уже знает, говорит, да пошли вы там со своими, там, банковский работник, там, какой-нибудь майор ФСБ, там, какой-то экономическая безопасность, да, идите вы, идите вы подальше, хочется, конечно, сказать покрепче, но во всяком случае и полиция бессильна, а тут еще и налоговая получается. Значит, теперь, теперь, в общем-то, как мы понимаем, можно посылать всех, даже настоящую налоговую сказать, а вы не жулики, а как докажете, а ну-ка спляшите мне, там, гимн налоговый, исполните, как говорится, с трех нот, угадайте, гимн, это, министерство этих налогов и сборов, спляшите мне краковяк по этому, по-мешустински, тогда поверю. Ну, друзья мои, в общем, видите, в систему управления государством и мошенники, которые, я понимаю, связаны вот сто процентов, потому что, где они берут сведения, где они берут всю эту информацию, ну, из тех же баз данных, которые, которые о них так просят, да, эти данные везде собирают о вас, где вы там, что вы любите, что вы знаете, везде они собирают эти данные, аккумулируют, а потом ими пользуются, чтобы нас с вами объегорить. То есть, теперь, как бы, жулики пробрались и в налоговую систему. Ну, а мы об этом давно догадывались, потому что главный наголовик, он сейчас у нас аж премьер-министр дослужился. Чем же, друзья мои? Я тоже подозреваю, какая-то у него морда такая масляная. Думаю, жулик, точно, точно жулик. Вот зуб даю жулик. А доказать не могу. Не могу. Все, драгоценные мои друзья, пока, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok